Уже несколько недель в зарубежных СМИ говорят об исчезновении Кейт Миддлтон, супруги принца Уильяма, старшего сына короля Великобритании Карла III. Последний раз принцесса появлялась на публике в конце декабря. За это время она успела перенести операцию, но к своим королевским обязанностям Кейт так и не вернулась. Пока поклонники гадают, что случилось с женщиной с самой популярной версией кома и развод, Кейт Миддлтон пропала из поля зрения СМИ в конце декабря, еще до того, как представители королевской семьи рассказали о ее проблемах со здоровьем 29 января. Стало известно, что принцесса перенесла операцию на брюшной полости и провела две недели в больнице. В Кенсенском дворце уточнили, что хирургическое вмешательство было плановым и переживать общественности не за что. Среди возможных причин проведения операции британский врач Мартин Скур назвал удаление аппендицита, камней в желчном пузыре или кисты яичника. Другим поводом могло послужить грыжа. Но несмотря на заявления дворца и оптимистические предположения экспертов, фанаты Миддлтон уверены, что семья о чем-то умалчивает. Поклонники начали связывать продолжительное отсутствие Кейт на публике с более серьезным заболеванием, разводом с принцем Уильямом и даже комой. Конспирологические теории подогрела и странная фотография, которая появилась в аккаунте женщины 10 марта, в этот день в Великобритании отмечается День матери. На ней Кейт мило отдыхала в саду вместе с детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой. И все бы ничего, но в прессе назвали снимок фейком. Ведущие агентства вроде Рутерс, АйПи, Джетти удалили фото из своих архивов и отметили, что оно было сильно отредактировано. Например, авторы изменили расположение левой руки и принцессы Шарлотты. Другие подозрительные детали заметили обычные пользователи. Они обратили внимание на отсутствие обручального и помолвочного кольца у Миддлтон. Как правило, они всегда при ней. Скрещенные пальцы Луи и удивительно зеленый для ранней весны сад. Кроме того, подписчиков смутил неестественный рукав кофты Шарлотты, необычайно длинные рукой самой Кейт и еле виднейшиеся голубые элементы одежды позади дочери. После поднявшейся волны паники в твиттере Миддлтон появился новый пост. В нем женщина призналась, что, как и многие фотографы-любители, просто экспериментировала с обработкой. Также она извинилась за всю эту путаницу и пожелала британцам хорошего дня матери. После заявления Миддлтон, источник Daily Mirror сообщил, что снимок сделал не фотограф, а сам принц Уильям. Королевские высочества хотели предложить людям неформальную фотографию всей семьи вместе в День матери. Указал он. Впрочем, дополнительные комментарии ситуацию не прояснили. У пользователей соцсетей возник резонный вопрос, почему Кенсенский дворец не мог просто предоставить исходное изображение? К тому моменту доверие общественности уже было подорвано. Незадолго до неформальной семейной фотографии в духе Миджорни в сеть попал неофициальный снимок Кейт, сделанный папарацци ТМС. На нем женщина ехала в машине вместе с матерью Кэрол Миддлтон. Качество фотографии оказалось довольно низким, а женщина, по замечаниям фанатов, лишь немного напоминала себя. Королевская семья, в свою очередь, обмолвилась о пропаже Кейт всего раз. В конце февраля пресс-секретарь принцессы заявил, что она вернется к обязанностям после католической Пасхи, которая отмечается 1 апреля. А вот принц Уильям на вопросы журналистов о жене отвечать не стал. С учетом отсутствия колец на фото, вряд ли их специально стирали на этапе обработки, многие всерьез начали обсуждать тайный развод пары. Например, ведущий Стивен Колбер в своем шоу пошутил, что Уильям изменяет принцессе Сарой Роуз Хэнбери, известна под титулом Маркизы Чампли. В 2019 году члены королевской семьи подозревали в неверности с известной британской аристократкой и моделью. Впрочем, комик отметил, что Сара Роуз Хэнбери – давняя подруга королевской семьи и состоит в браке с другом принца Дэвидом Роксевичем. В то время, как королевская семья безуспешно сбивает градус волнения в обществе, менее склонные к теории заговора люди предполагают, что женщина просто сделала пластическую операцию. Тем не менее, преданные поклонники жены наследника престола пытаются уличить Уильяма в измене, а дворец в очередной фальсификации. В качестве аргументов они используют еще одну странную фотографию, сделанную репортерами, когда пара якобы ехала в черном внедорожнике. Дело в том, кирпичи в окнах автомобиля не совпадают с кирпичами снаружи. Ну и еще одна самая смешная версия, что Кейт погорячилась новой стрижкой и сильно обрезала челку, теперь не появляется на публике, ожидая, пока челка отрастет.